Здравствуйте, я Самарев Роман Станиславович, доцент кафедры компьютерной системы и сети. И этот курс – языки интернет-программирования. Сегодня мы рассмотрим восьмую лекцию, и эта восьмая лекция будет посвящена фреймбоку Ruby on Rails. На сегодня мы рассмотрим общую архитектуру, схему маршрутизации, мы рассмотрим, что такое контроллеры представления и модели более подробно, и немного вернемся к Rails Scaffolding, к тому, что мы рассмотрели на предыдущей лекции. Прежде всего, об архитектуре. Что следует помнить, когда вы разрабатываете Ruby on Rails приложение? Ruby on Rails – достаточно строгая схема соответствия имен и тех сущностей, с которыми мы имеем дело. То, что вы видите на данной схеме, это не что иное, как традиционная схема обработки MVC, то есть Model View Controller. Браузер отправляет запрос, отправляет на веб-сервер, далее запрос, полученный от веб-сервера, поступает на промежуточный слой, который называется REC. REC перенаправляет под систему маршрутизации. Под систему маршрутизации активирует соответствующий контроллер. Контроллер может подключить соответствующую модель. Модель может хранить некие данные в базе данных, например, а может и не хранить. Модель возвращает управление контроллеру. Контроллер активирует представление, после чего представление отправляется браузеру. Здесь следует помнить об очень жесткой схеме соответствия имен. Если мы говорим о сущности, например, user, контроллер называется во множественном числе, модель в единственном числе, представление в единственном числе. Почему это сделано? Ну, потому что мы имеем некую сущность, например, user. То есть мы работаем с ресурсом пользователей, но при этом модель ответственна за одного конкретного пользователя, то есть user в единственном числе. Представление, как правило, отображает данные по одному конкретному пользователю. Именно поэтому здесь сделана такая схема. То есть, естественно, помним, что все, что разрабатывается на Ruby, прежде всего ориентировано на то, что оно должно быть максимально человечное и максимально соответствовать естественным языкам, а не искусственным. По расположению файлов. Коротко напоминаю, что когда вы создаете какое-либо приложение, есть директория application, то есть app, сокращенно от application, где, собственно, хранятся контроллеры, вспомогательные модули для контроллеров, средства для отправки почты, модели, представления, а также так называемые assets или полезности, которые содержат JavaScript, CSS, картинки и прочие ресурсы. Binary – скрипты, которые чаще всего никто не редактирует, конфигурация, базы данных, дополнительные модули, журналы регистрации событий, все, что там напишите, соответствующие тем окружениям, с которыми вы работаете, паблик – статические файлы, тесты, разбитые по группам, тесты контроллеров, данные для тестов моделей, вспомогательные модули, интеграционные тесты, тесты для отправки почты, тесты моделей, тесты общесистемные, временные директории с временной информацией и вендор – это директория для размещения дополнительных модулей, которые вы можете здесь размещать. Также напоминаю пример по нашей лекции, нашей лекции номер 8, то есть типичный вид приложения. Самое главное, что надо помнить у директории конфиг, о том, что здесь находится roots RB, то есть все маршруты, которые есть, здесь находится конфигурация баз данных, здесь находится активация для соответствующих окружений, и development production test. Ну и снаружи у нас находятся файлы, которые указывают, какие библиотеки нам нужны. В чем различие между файлами gamefile и gamefile.log? Gamefile содержит перечень требуемых библиотек. Gamefile.log содержит фактически подключенные библиотеки, то есть файл этот отличается. Этот файл не предназначен для ручного редактирования. Именно поэтому gamefile содержит описание, в общем-то, на языке Ruby. То есть весь код, который мы здесь видим, это код в формате метод аргумент, метод аргумент блок, если мы говорим о синтаксисе Ruby. Если же мы смотрим config.log, то это уже вовсе не Ruby. Здесь указаны конкретные версии конкретных файлов, конкретный библиотек, которые подключены. Зачем нужен этот файл? Дело все в том, что мы предполагаем, что с Rails-приложением работает большое количество разработчиков. Кроме того, Rails-приложение — это приложение, которое ориентировано на то, что вы можете разместить одно и то же приложение на большом количестве серверов. Вам надо гарантировать, что все у вас работает корректно. Идея заключается в том, что вы не только требуете конкретные версии библиотек или версии библиотек в диапазоне, а то, что после запуска у вас формируется гемфайл.log, который делает срез с конкретными номерами версий тех библиотек, которые здесь есть. То есть куда бы вы ни перенесли исходные коды вашего приложения, если у вас есть файл, который называется гемфайл.log, то как только вы запускаете средство по названию Bundle Install, все версии библиотек будут восстановлены ровно до той версии, которая здесь указана. То есть вы можете использовать более новые, более старые, но если вы провели тестирование вашего Rails-приложения на конкретном срезе, то именно этот срез библиотек вы можете восстановить на любой машине. Единственное ограничение — вы не можете менять радикальные операционные системы. Например, если вы перенесете Rails-приложение, которое создано было на Windows-машине, на Linux, скорее всего, у вас ничего работать не будет. Не будет работать по причине того, что появится машинозависимая привязка по ряду библиотек, например, на Kagiri. То же самое касается переноса между Linux-машинами и macOS, хотя в меньшей степени эта зависимость проявляется, но тем не менее она может быть. Между Linux-системами, как правило, зависимости не столь строгие, и переносить рейлс-приложение можно без каких-либо проблем. Первый пункт, естественно, с которого мы начнем, в порядке обработки запросов — это маршруты. Что такое маршруты? Маршруты обеспечивают отображение запроса на некий метод контроллера. Кроме того, маршруты обеспечивают генерацию ссылок для специальных методов, которые называются link-to и redirect-to. Все маршруты всегда прописываются в файле, который называется roots-rb, то есть config roots-rb. Вот он. Для маршрутов есть соответствующий язык. Ну и вообще-то неплохо бы нам открыть полную документацию. К сожалению, сейчас эту документацию вырезали. Во всех версиях до Rails 5.1 включительно файлы, которые генерировались автоматически, содержали полный набор примеров. Для чего сейчас разработчики это сделали? Они сделали это для того, чтобы иметь возможность более актуальную информацию хранить на сайте. То есть для старых Rails вы получали полный перечень примеров, расписанные здесь же в качестве комментариев, вы могли найти эти комментарии. В современных версиях Rails читайте на сайте. Плюс очевидный, что если вы мигрируете постепенно с старых версий Ruby на новые версии Ruby, Ruby on Rails, я имею в виду, то, естественно, комментарии у вас автоматически обновляться не будут. В то же время разработчики поддерживают актуальное состояние документации. Поэтому в этом смысле это плюс. Что мы здесь видим? Мы видим, прежде всего, то, что маршруты прописываются на, как принято в Rails, domain-specific language, то есть язык описания маршрутов. Маршрут, описывающий, конкретно в данном случае, это тип запросов HTTP, которые мы должны обрабатывать. Это get-запрос. То есть в целом это похоже на то, что мы увидели в сенаторе. Хотя сенатор появилось чуть позже. Но сказать, что не все запросы появились одновременно с Rails. Значит, ну и с документацией здесь разве что обращаю внимание на то, что она достаточно подробная. И в Rails сделана она таким образом, что вы можете быстро позиционироваться по разделам и смотреть, как использовать, в каких конкретных случаях. То есть документация на Rails сейчас достаточно полная и понятная. Ну, при условии, что вы знаете английский язык, естественно. С чего мы начнем рассматривать маршрут? Естественно, с самого общего метода, который называется матч или соответствие. Когда мы описываем связи с маршрутами, мы просто-напросто пишем соответствие чему и адрес. То есть путь, которому соответствует исходный запрос. Справа мы пишем, каким образом отобразить этот запрос на контроллеры. Products в данном случае это имя, короткое имя контроллера. Естественно, контроллер будет называться ProductsController, то есть сущность Product. Во множественном числе ProductsController это название контроллера. А Show это Action или действие внутри этого контроллера. Обращаю внимание, что символ решетка это общепринятый способ обозначения методов конкретных экземпляров. То есть мы работаем с конкретным контроллером. Конкретный экземпляр этого контроллера и конкретному экземпляру этого контроллера мы передаем управление в действие, которое называется Show. Ну или в терминологии Ruby это метод. Короткая форма отличается тем, что мы можем не писать отдельный ключ To. Обратите внимание на то, каким образом мы передаем аргументы в этот метод Match. Match с точки зрения Ruby это метод. Далее идут аргументы. В первом случае мы имеем два аргумента, то есть строка и пара ключ-значения, это хэш или ассоциативный массив. Во втором случае мы отбросили первые аргументы, мы передаем пару ключ-значения, в котором ключом является маршрут, а значением имя этого действия в соответствующем контроллере. Кроме того, в современных версиях Rails появилась возможность указать явный тип запроса, то есть get, post, put, соответствующим именем. То есть в этом случае мы говорим уже о ориентированном на описание маршрутов языке. Кроме того, мы можем использовать сегменты, то есть переменная часть. Ранее я обращал внимание на сенатора. Сенатора использует такой же точный синтексис. И у нас есть строка, в рамках которой у нас указывается шаблонная часть с именем двоеточия некий идентификатор. С точки зрения Ruby это просто строка. Но это соглашение о том, что в дальнейшем мы можем использовать эту шаблонную часть по обращению как символ. То есть парамс – это специальный ассоциативный массив, который доступен всегда при входе в контроллер, внутри действия контроллера. И мы можем запросить у него все то, что мы указали в маршрутах. Если мы не указали, то, естественно, результат будет nil. Если мы указали, то как только у нас, в данном случае у нас шаблон выглядит следующим образом, матч только на id, это значит, что переменная часть, то есть адрес, начинается он сразу же после указания номера порта. То есть восьмерка – это как раз составляет значение этого id. Ну и то, что здесь написано, означает, что любой маршрут, то есть что бы он здесь не содержал, это id, и перенаправить его на обработчик, который называется show.products. В данном случае мы вот как раз перенаправим его сюда. Мы можем использовать этот маршрут, часть сегмента, как часть общего пути. То есть вот она статическая часть – product. slash, дальше у нас есть переменная часть. Переменная часть, которую мы дальше будем использовать как аргумент для парамс. Причем, естественно, если мы запросим у этого id, какого он класса, он скажет, что он символ. Ну, логично. То есть в строке – это просто строка. Как только мы его используем здесь, это не что иное, как просто синтаксическое соответствие, это соглашение об именовании. И надо сказать, что Rails поначалу кажется как некой системой, в которой очень и очень много магии. Но здесь надо помнить первое. Хорошо надо знать соглашение об именовании самого Ruby. И второе – надо знать соглашение об именовании для Rails. И тогда то, что здесь происходит, оно не будет казаться магией, оно будет предельно ясно-понятно. И, в общем-то, Rails как раз относится к тем средствам, которых, если разобраться, можно программировать очень быстро, потому что понятно, что куда смотреть, что где будет размещено после каких-либо действий. По поводу ID. ID – это вообще-то сокращение от идентификатора, то есть identifier. Предполагается, что если мы используем ID, то это не что иное, как идентификатор некой записи. И поэтому, если вы видите в коде некого контроллера вот такую запись, это почти наверняка означает, что продукт – это сущность, которую мы храним. То есть это не что иное, как класс модели. Find – в данном случае найти продукт или найти сущность с указанным идентификатором. И ID – это идентификатор. То есть парамс запрашиваем из списка параметров, которые пришли к нам, идентификатор как поле. В результате мы получим найденную запись, то есть сущность продукт с идентификатором, который здесь был указан. То есть вот такая форма, которая здесь указана, это практически общепринятая схема обращения по идентификатору. Ну и как раз из-за того, что она общепринятая, очень легко ее распознать. Могут быть опциональные сегменты. Опциональные сегменты отличаются тем, что они при разметке указываются в скобках, и они могут присутствовать, могут не присутствовать. Но в данном случае это означает следующее, что если бы мы работали с Rails сейчас, то мы могли бы запросить, например, localhost двоеточие 3000. Например, у нас был пример с калькулятором. Это мы можем написать там действие input, пусть будет input, input, например, resource, id, неважно что, JSON. То есть идея заключается в том, что мы можем наращивать при помощи вот таких опциональных частей сколь угодно большую вложенность. Вот они. То есть самое главное, что у нас в опциональную часть указан слэш и дальнейший шаблон. Слэш, шаблон, слэш, шаблон. И видим здесь последнюю часть после точки, точка, формат. Кроме того, мы можем ограничивать доступ на маршрут. Что это значит? Мы можем использовать схему match, то есть соответствие в целом данному маршруту. То есть обратиться к продукту с данным идентификатором. Причем нас не интересует через что. Если же мы хотим сделать только get-запрос, мы можем указать, что доступ разрешен только через get. То есть why get? Это полная форма этого самого ограничения. То есть куда, с какого маршрута, на какой контроллер и какое его действие, при помощи чего. Мы можем воспользоваться короткой формой, то есть get и post. Но если мы делаем перенаправление на один и тот же ресурс, на одно и то же действие, то есть в этом случае мы видим явно, то есть get отправить на show, а post отправить на crate, что в общем-то логично. Но если нам надо использовать какую-то форму более короткую, если мы хотим на show отправить get и post, в этом случае мы можем сделать вот такую форму. То есть передать через why массив тех команд, команд с точки зрения HTTP, протокола HTTP, который мы хотим здесь обрабатывать. Мы можем сделать перенаправление. То есть перенаправление, возможность отправить браузер на другую страницу без непосредственного участия кода контроллеров. Также пишем. То есть любое соответствие этому маршруту сделать перенаправление на маршрут, который называется bar. То есть слэш-бар в текущем домене. А если нас интересует не текущий домен, а внешний домен, мы должны указать HTTP с двумя слэшами или HTTPS. Причем мы вообще-то можем в адресе перенаправления использовать те же самые шаблоны или те же самые переменные части. То есть в данном случае мы используем шаблон API. То есть здесь будет какое-то имя. API – это Application Programming Interface. То есть интерфейс для программирования. Ну и в общем-то это один из тех способов, как это принято сейчас делать. Здесь мы можем обратиться теперь уже к содержимому этого парамс. Метод Redirect поддерживает блоки. И в блок он передает нам в качестве аргумента парамс. Ну а здесь из самого интересного, что вы можете увидеть, обращаемся к этому парамс, вызываем метод Pluralize. Что такое Pluralize? Поскольку Ruby ориентирует на написание программы, которая должна быть похожа на естественную программу на естественном языке, метод Pluralize переводит существительное из единственного числа на английском языке в существительное во множественном числе. То есть для того, чтобы вам не писать свои правила. Ну и естественно делается по правилам. Ну или вот такие формы. То есть вы можете сделать перенаправление с указанным кодом статуса 302, 301, 303 и передать то, что вам нужно. Последний сегмент формата всегда является опциональным, и вы всегда можете его использовать. Что такое сегмент формата? Ну, дело в том, что если мы хотим сделать так, чтобы можно было получить представление одного и того же ресурса в разных форматах, нам надо сделать соответствующие обработчики. Откуда берутся разные форматы? Ну, на предыдущей лекции я показывал скефал-генератор. Мы можем, в общем-то, воспользоваться им еще раз. Мы можем открыть наше приложение из предыдущей лекции, запустить его. Напоминаю, у нас был ресурс под названием User. То есть, ну, допустим, сделаем сейчас намеренную ошибку. И как результат мы получили распечатку всех тех методов, которые у нас есть, всех тех маршрутов, которые у нас указаны. То есть нас интересует в данном случае User. Обратите внимание на то, что сейчас эту распечатку мы видим с полным обозначением тех форматов и тех сегментов, которые у нас есть. То есть вот они, переменные части, двоеточие, вот она, опциональная часть формат. Ну, допустим, мы обратимся сейчас к юзеру, то есть ресурс User. Причем нас интересует ID, ну, допустим, равный 1. Ну, хорошо, сделаем вот так. Мы сначала посмотрим, а что у нас есть. Мы посмотрим, что у нас есть пользователь с ресурсом 1. Вот он, этот пользователь. И теперь мы можем запросить разные форматы. Допустим, HTML. Как видим, у нас ничего не изменилось. Это и был формат HTML. Значит, теперь мы запросим формат JSON. И мы получили формат JSON. То есть ресурс один и тот же. Ресурс называется User. Идентификатор его один. И он хранится в базе данных. Но мы запросили разные форматы. И для разных форматов нам нужны разные представления. Как это выглядит с точки зрения кода? Если мы откроем наше приложение изнутри, мы создали его здесь. У нас есть контроллер, который называется Users. Значит, мы воспользовались маршрутом. Ну, строго говоря, здесь не очень хорошо это демонстрировать, потому что здесь использована схема ресурсов, которую мы еще пока не рассмотрели. Но забегая вперед, скажу, что во всех этих случаях мы обращались к ресурсу, который называется Show. И в данном случае это несколько не тот формат, который бы мне хотелось показать, потому что дело все в том, что есть два разных способа поиска. В предыдущей версии Rails происходила генерация примерно по такой схеме. Сейчас схема сделана с неявным поиском. Чуть попозже тогда я вернусь к этому. В чем идея? Идея заключается в том, что когда вы пишете свое действие, а действие у нас описывается подобным образом, все это имя контроллера и действие. Действие с точки зрения терминологии Ruby это методы. Методы внутри этого класса контроллера. Мы можем сделать обработчик формата. Делается это следующим образом. Есть метод, который называется respondTo, к которому мы можем создать блок с форматом. Обратите внимание на то, какой здесь используется синтексис. Если мы вспомним Ruby, то respondTo это не что иное, как метод. Метод, у которого нет никаких аргументов. doEnd это блок для этого метода. Формат это локальная переменная, она может называться как угодно. она объявляется внутри блока, который будет активирован методом respondTo. И далее мы вызываем три метода. С точки зрения того, что здесь написано, это действительно последовательный вызов трех методов. Метод, который называется HTML, XML и Any. Можно было бы сказать, что этот подход ужасно медленный. И в общем-то это было бы правдой, если не вспомнить о том, что это Ruby. То есть раз это Ruby, то то, что у нас вот здесь указано в качестве блока, это не что иное, как декларативная запись. То есть мы создали блок с кодом, который хранится, и этот код будет активирован когда-то позже. То есть строго говоря, если мы рассматриваем вот этот код, то мы не можем утверждать ничего о том моменте, какой момент времени будет активирован код внутри этого блока. И мы не можем ничего утверждать, какой последовательности идет обработка этих методов внутри. То есть это декларативная запись, которая нужна всего-навсего для того, чтобы сделать это программирование более наглядным. Но с точки зрения производительности прямой связи между декларативной записью и тем, как она выполняется внутри, нет. Значит, здесь надо просто понимать, что здесь происходит. Происходит здесь по методу respond to поиск соответствующего формата, декларация обработчиков для формата HTML, то есть по умолчанию XML с данным действием, с данным действием, которое здесь указано внутри блока, и для всего остального искать на диске. Сегмент формата, он присутствует всегда, и вы можете его указывать, можете не указывать. Ну и в общем-то, вот тот пример, который я пытался показать, при сегмент формата есть внутри метода create. То есть в зависимости от того, к чему мы обратились, мы можем создать ресурс, например, если мы хотим видеть таблицу, если мы хотим видеть страницу HTML, мы будем писать, либо не будем писать HTML вообще. HTML всегда по умолчанию предполагается, либо напишем HTML. А если нам нужна автоматически машиночитаемая запись для того, чтобы это обрабатывать на JavaScript, мы будем использовать формат JSON, который является подмножством JavaScript, ну и в общем-то, который вы сейчас видите на экране. PrettyPrint. Вот он. Ну и к слову сказать, что такое JSON, если вы присмотритесь внимательно, то вы увидите, что это не что иное, как литерал объекта. То есть если вы скопируете эту строку и поместите его в JavaScript, то этот код создаст объект. Объект, у которого будут поля, значения, поля, значения. И ничего более. Итак, возвращаясь к нашим маршрутам. Помимо того, что вы можете описывать маршруты и правила, какие маршруты вызывать, вы можете также воспользоваться и маршрутами REC. То есть поскольку Ruby on Rails естественно использует REC как промежуточный слой, то вы можете создавать соответствующее REC действие, то есть это REC действие с тремя компонентами. То есть код возврата, 200 это окей. Далее заголовки в данном случае опционально, они не присутствуют здесь, здесь ничего нет. И результат то, что помещается в body. Кроме того, мы можем поставить дополнительные ограничения. То есть до этого мы могли анализировать, какой тип запроса у нас идет, то есть get, put, post. Здесь мы можем поставить конкретные ограничения. Constraints это и есть ограничения в переводе на русский язык на данные. То есть, к примеру, мы можем поставить, что обращаться к вот этому контроллеру действию под названием show, но только в том случае, если идентификатор представлен, здесь правило заданное в форме регулярного выражения, один или более символов цифр. То есть одна или более цифра. Все остальное пойдет по действию showError. То есть все, что не прошло под правило ограничения, пойдет под showError. В короткой форме можно написать вот так. То есть слово constraints мы отбрасываем и просто пишем, что для сегмента ID проверить, что он удовлетворяет регулярному выражению, которое здесь указано. Корневой маршрут. Что такое корневой маршрут? Ну, в нашем приложении, которое мы создали, что в прошлый раз, что начали смотреть в этот раз, если мы обращаемся к корневому адресу, мы получаем вот такую радостную картинку. Это, конечно, все хорошо, но, как правило, пользователь хочет видеть не это. То есть что надо сделать для того, чтобы пользователь видел то, что нам нужно? Нам надо определить, а куда мы его перенаправляем. То есть нам нужно, например, указать, если у нас есть маршруты типа users формат, мы можем указать вот в такой же точной форме, то есть controller action, мы можем указать в файле roots.rb сказать, что корень у нас находится вот здесь. И как только мы это сделали, мы получаем перенаправление. То есть видите, до этого у нас выдавалась замечательная картинка о том, что такое Rails. Теперь мы получаем перенаправление туда, куда надо. И более того, опять вбиваю несуществующий адрес, адрес, и мы здесь видим уже, появилась у нас запись root path, перенаправляющий на users index с корневым маршрутом. Для Rails версии mini 4 индексный файл был отдельный. То есть сейчас вот эта вот красивая картинка, она хранится в системной библиотеке Rails. То есть она одинакова для всех, но поскольку это маршрут по умолчанию, то естественно, зачем его копировать в само приложение. Раньше он хранился в директории паблика, он назывался index.html. Его надо было явно удалить, но мы могли его в то же время модифицировать. То есть ну и варианты записи. Root можно с использованием tool, либо так, как я написал, это просто маршрут. Перенаправить можете куда хотите. Значит, следующий момент. Это именованные маршруты. Значит, когда мы пишем какие-либо действия, мы можем, в общем-то, посмотреть внутри наших автоматически сгенерированных представлений. Есть. Правильно сказать, должны быть. User.Edit.Path. Вот такие ссылки. То есть что такое? LinkTo. LinkTo — это генератор ссылки. Это метод Ruby. Ну и мы видим, что он находится внутри шаблона. внутри шаблона и Rubis. То, что мы видим здесь, смотрим по синтаксису. LinkTo — это метод. Метод, который принимает на вход два аргумента. Первый аргумент — строка, а второй аргумент называется EditUserPath. Что такое EditUserPath и UsersPath? Это ссылки на соответствующие ресурсы нашего приложения. Но для того, чтобы не вычислять их руками, для того, чтобы не считать их самим, здесь использована такая схема, то есть метод Path. Эти методы генерируются автоматически. Они генерируются как раз через имена, которые у нас заданы в маршрутах. Значит, метод, который у нас указан вот здесь, точнее, мы можем явно указать, например, если у нас был match, то есть соответствие маршрута help на контроле, который называется help с действием index, мы можем сказать, обзови нам вот этот маршрут как help. Мы это написали, и у нас автоматически генерируются специальные методы с суффиксами URL и path. Ну и дальше мы используем их в такой форме, то есть там, где нам нужно, мы используем соответствующий helper или генератор тега. С нашим методом мы не задумываемся об абсолютных адресах, мы не задумываемся о том, в каком домене размещено наше приложение, что сейчас она у нас расположена в домене localhost, а реально оно может быть размещено где-то еще, и что нам надо его писать там с 3000. Все это Rails генерирует за вас. То есть вы просто берете результат, который вам возвращает динамический метод, сгенерированный по имени вашего маршрута. Ну и то же самое, возможно, для маршрутов, типа калк для контроллера, который мы делали сами. Следующий большой блок – это ресурсы. То есть что такое ресурсы? Ресурсы – это прежде всего то, что мы видели в скейфлогенераторе. И стандартный подход заключается в том, что у нас есть 4 действия и 7 действий с точки зрения терминологии Rails, то есть Action. 4 реальных действия обращения к базе данных в соответствии с концепцией CRUT и 7 действий. Почему их 7? Ну потому что для того, чтобы нам получить перечень, например, всех ресурсов, мы не машины, нам нужно получить какую-то таблицу. Так. Не знаю, получится у меня или нет. Получилось. Значит, я запросил перечень всех пользователей. То есть опять через формат. Запросил JSON. И вот они перечислены, записи. Значит, зачем нам нужно это действие? Оно нам нужно для того, чтобы иметь возможность хоть что-то отобразить пользователю, потому что иначе мы не знаем, а что у нас, собственно, в базе данных. То есть с точки зрения конкретных операций с базой данных, это чтение просто-напросто всех записей, которые там есть, и выдачи пользователю. Дальше. Мы хотим создать нового пользователя. То есть что нам нужно для этого сделать? По большому счету нам нужно сделать пост-запрос и отправить его на сервер. Вопрос, а как это сделать? Единственный вариант, мы должны сделать форму, потому что иначе куда мы будем вводить эти данные? У нас иначе нет возможности что-либо ввести. Но если мы сделали пост, то мы соответствующий вызов отправили на сервер. Эти данные были получены из формы, мы можем уже сделать крейт и после этого получить запись в базе данных. То есть new – это действие, которое единственное, что делает, оно возвращает пустую форму. Сейчас я попытаюсь ее открыть. Если мы откроем код контроллера и юзер, мы видим. Index – получить всех, больше ничего не делать. show – отобразить пользователя, new – создать объект пользователя к таковой. И вот он, new, как действие. И она у нас подключает вот такую формочку через фом. Итак, индекс – распечатать все. New – получить просто формочку для ввода, но она никак не работает с данными. Крейт – получить из формочки, которая была создана как new, данные и записать их в базу. Show – вот с show все просто. Мы запрашиваем конкретный ресурс, и мы его можем получить. То есть, ну вот, пользователь номер 3, или пользователь номер 1, пользователь номер 2. Пользователя номер 2 у нас нет, и вообще-то да, мы получили, поскольку у нас нет никакого обработчика, то получили ошибку. То есть, это поведение нормально, потому что мы ничего не делали, ничего не программировали. Это стандартный шаблон scaffold. Edit – для того, чтобы что-то отредактировать, нам тоже нужна формочка. То есть, не имея вот этой формочки, мы никоим образом не сможем ничего ввести. Update – действие по модификации данных с записью в базу. И Destroy – удаление. То есть, для Destroy нам тоже не надо ничего, нам нужно просто отправить ссылку соответствующую. Ну и полная документация – это раздел Rootings. Что появилось в свежих версиях Rails? Появилась возможность собрать в файле roots.arbi вообще все ссылки, которые у вас есть. Раньше у нас гипотетически могла быть такая ситуация, что ссылки были размазаны по приложению. То есть, вы делаете там Link2, либо Ancora, где-то в формах, или где-то на ваших страницах, и все это было размазано. То есть, проблема потом собрать. Допустим, вам нужен какой-то URL, какой-то домен. Ну, проблема с чем была связана? Проблема связана с переездами с домена на домен, например. Ну и какие-то правки. То есть, если они у вас размазаны по коду, их сложно выявлять. Причем, более того, они могут быть хорошо, если с HTTP. Если без HTTP, вы не знаете, как их искать. Потому что они могут быть написаны в любых строках. Сейчас рекомендуется, если вам нужно использовать прямые ссылки, просто-напросто при помощи метода direct объявлять имя, для которого будут сгенерированы динамические ссылки. И просто-напросто в качестве возвращаемого значения из блока, а мы видим здесь синтаксис Ruby. То есть, имя метода direct, аргумент, который содержит имя этого самого ресурса, и блок, который возвращает ссылку. То есть, мы получаем вот такие методы, которые легко контролировать. То есть, все эти записи хранятся в одном единственном файле roots.rb, а в дальнейшем мы используем только динамические методы. Соответственно, если вы где-то ошиблись, если вы попытались удалить что-то, у вас вывалится все приложение. Оно не перенаправит вас на неправильный маршрут. Оно просто вывалится. И это очень легко заметить. Ну и более того, есть более сложные варианты. То есть, мы можем сделать подмены. Например, если вы хотите сделать сущность для ресурса, который называется не profile, а user, мы можем сделать resolve, то есть разрешить имя user вместо profile. Ну и, соответственно, дальше вы можете использовать имя user. То есть, в сущности, мало что изменилось, но внутри у вас будет ресурс, который называется profile. Rails, тем не менее, будет автоматически при обращении к методам user позволять, и, точнее, в данном случае даже не при обращении к методам, а это неявное использование экземпляра модели user. Будет находить соответствующую ссылку profile, потому что у нас поставлено вот такое соответствие. Далее, как просмотреть маршруты? Ну, вариант первый, который я вам уже показал. В отладочном режиме, если вы ввели какую-нибудь ахинею, то Rails просто-напросто сама вам выдает, вот вам, в общем-то, перечень того, что вы здесь имеете право использовать. В общем-то, это удобно. То есть, вам не надо прерывать отладку, достаточно просто посмотреть. Естественно, есть возможность посмотреть через rake.roots просто в консоли. Так, надеюсь, что это не вырезано. rake. Кто такой rake? rake в данном случае это система управления проектом. Ну, в общем-то, если вам знаком язык, например, C или C++, ну и, естественно, разработка на Linux-системах, то вы знаете, что такое make. То есть, это команда выполнить что-то. Как правило, это сборка проекта. rake – это Ruby Make, поэтому первая буква R, ну и остальное, как был make, так и осталось. Ну, просто решили таким образом назвать. Просьба не путать это с промежуточным слоем REC. То есть, REC – это каркас, а rake – это система сборки. Ну и система сборки rake, она нам выдала следующее. Она, по сути, нам выдала то, что у нас было напечатано вот здесь в красивом формате. Но она нам выдала это в формальном представлении. И мы также видим исходные префиксы, которые сгенерированы. Мы видим методы HTTP, то есть, где post, где patch, где put, где delete. И мы видим здесь те форматы с теми сегментами, которые являются опциональными. Опциональными, в смысле, сегментами, которые являются переменными. А также полный перечень того, на какие действия, каких контроллеров мы перенаправляем ввод-вывод. Очень важно в Rails усвоить схему соответствия имен. То есть, если мы имеем некий маршрут, который преднаправляет на вот такое действие. То есть, в данном случае рассмотрим демо как контроллер, индекс как действие. То есть, имя контроллера, то есть, та сущность, которая у нас идет до названия имени класса. То есть, сами имена контроллеров, они всегда называются вот так. Суффикс контроллер. Любой контроллер потома класса application controller. А calc – это та самая сущность, которая означает, а что, собственно, контроллер делает. Ну и в маршрутах мы прописываем всегда пары по имени сущности. То есть, вот они. Две формы есть. Форма первая, форма вторая. То есть, в сущности это одно и то же. Здесь просто идет неявное преобразование маршрута в соответствующие им имена контроллеров. Но если эта форма такая, формальная. Значит, имя контроллера, имя действия. Значит, если мы написали здесь имя контроллера, оно у нас идет в начало имени класса. Всегда. Значит, это же имя пойдет в директорию, в название директории представлений. То есть, вот маршрут есть. Контроллер всегда будет называться с этого имени. И представление по умолчанию вот находится в use. Например, если мы рассматриваем там users контроллер, вот они, users. К слову сказать, calc в единственном числе это не совсем здесь нормальный пример, но это достаточно сложный ресурс. Это скорее не ресурс. Если мы так рассматриваем его, то это просто некий сервис по предоставлению вычислений. Поэтому здесь именование его нарушено. Но что мы видим? Мы видим, вот в соответствии опять имен, то есть маршрут users, директория users, и контроллер users controller. Причем имя самого файла будет выглядеть следующим образом. Несмотря на то, что класс выглядит как класс в camel style, так называемый, то есть с большой буквы, дальше новое слово с большой буквы. Файл представлен в так называемом snake style, то есть имя users, подчеркивание, контроллер. Действие, то же самое транслируется. Вот мы указали действие. Связка с именем действия, то есть это метод внутри контроллера. И если мы ничего здесь не указали, то у нас шаблон для представления по умолчанию будет искаться в директории с именем контроллера и именем действия. То есть это предельно жесткая схема. Если вы в Rails пишете новый контроллер с новым действием, то только такая схема там предусмотрена по умолчанию. Если вы ее разрушите, то не удивляйтесь, что те, кто будут работать с вами или после вас, они не будут понимать, а что же вы, собственно, натворили и где же находится ваш код. Если вы знаете вот такую схему именований и придерживаетесь, то любой разработчик, который подключается к Rails работать вместе с вами или работать после вас, он очень четко знает, что все маршруты мы смотрим в RootsRB, то есть RootsRB, вот они. Если мы здесь что-то видим, то мы дальше смотрим директорию applications controllers, находим по контроллеру и соответствующие ему представления будут всегда находиться в директории с именем, которое однозначно связано с именем этого контроллера. Вот оно. А любое действие, например, индекс, мы здесь должны искать, оно не имеет здесь никакого представления, значит представление находится вот здесь, вот оно. То есть индекс HTML. есть ли какие-нибудь вопросы по этой части? Вот здесь? Да. Так, ну у меня сейчас не запущено веб-приложение вообще. Значит, я запущу веб-приложение. Значит, это консоль buyback, по-моему. Buyback. Так. P-nil. Значит, ну здесь надо понять, в каком мы контексте находимся. То есть мы здесь можем писать на Ruby, видимо. Это, в общем-то, отладочная консоль. То есть сделано для чего? Если у вас вываливается какая-нибудь ошибка, вы можете гипотетически отлаживать ее прямо с веб-страницы. То есть эта веб-страница работает сейчас с сервером приложений. И, соответственно, если вы здесь вводите какие-либо команды, то они тут же интерпретируются Ruby. Если вы получили стэк, то вам отображается, а что там, собственно, происходит. Ну, то есть это, можно сказать, интерактивный отладчик, который появился, по-моему, в Rails 5. То есть в отладке вообще-то здесь достаточно многое, но это один из вариантов. То есть кроме браузера, номинально вам вроде как ничего больше не нужно. Вы можете в месте, где свалилось, посмотреть стэк, посмотреть значение переменных. Ну и вот full trace – это распечатка того, где завалилось. Завалилось оно, понятно, на маршруте, которого у нас не было, поэтому никакого нашего пользовательского кода мы здесь не увидим. А вот если бы мы завалились на нашем пользовательском коде, то мы могли бы посмотреть код контроллеров. Не только просто код контроллеров, а какие у нас значения в конкретных переменных сейчас хранятся. Итак, идем дальше. Представление. Контроллер занимается активацией представления. И представления у нас бывают неявные, бывают явные и явные сокращенные. Что такое неявные? Неявные представления, когда у нас ничего, кроме имени этого представления, здесь нет. То есть откроем вот код, чтобы это было более наглядно и более понятно. У нас есть представление show. У нас есть представление… Это не представление, у нас есть действие. Я сейчас показываю код контроллер. Show edit пусты. То есть казалось бы, как так? У нас есть перенаправление, у нас есть пустые действия, но у нас страницы не пустые. То есть в случае show мы получаем страницу, а edit мы получаем другую страницу для ввода. Show мы получаем отображение текущего ресурса, edit то, что там надо ввести, то есть формочку для редактирования текущих значений. Объясняется это очень просто. Когда внутри действия не содержится никаких явных указаний к тому, каким образом его надо отобразить, Rails просто-напросто ищет в директории представлений вот по той самой очень жесткой схеме соответствия имен, ищет директорию с именем контроллера. Вот она. И допустим, show. Она находит имя контроллера users, show, html. То есть формат по умолчанию html, а erb – это шаблонизатор по умолчанию. И здесь уже есть вот такое представление. То есть мы видим, что мы распечатаем просто-напросто описание объекта, описание нашей сущности. Явное. Явное представление отличается от неявного тем, что, очевидно, у нас должен быть явный метод, который активирует это представление. Метод этот называется render. То есть отобразить представление. Ну и, например, сказать, что шаблон – это вот такой файл. То есть в предыдущем случае было неявное представление, неявный поиск этого представления. В случае render мы явно указываем имя файла. Ну как мы можем еще указать имя файла? На самом деле мы можем указать полные имя файла. Мы можем указать сокращенные. То есть найди нам шаблон вот такой вот, шаблонизатор – не важен. Или найди нам просто там что-нибудь в любом формате. Или найди нам по имени. Причем даже по имени можно в форме символа, то есть константной строки. Иногда нам нужно отображать непосредственно в коде. То есть мы хотим использовать шаблон, например, шаблонизатор Hamel. И текст шаблона мы можем написать при помощи ключа, который называется inline. То есть render – это метод, метод, который мы помещаем у себя в коде. Так, я не уверен, что он есть в scaffold-генераторе, но мы можем его поискать. Render. Да, он найден. Он найден, и вот оно, явное представление. То есть это созданный scaffold-генератором. Эта сущность у нас была, и, в общем-то, мы ее не трогали. Значит, здесь же мы что пишем? Мы пишем, что у нас есть шаблон в виде строки, то есть не во внешнем файле, а inline, то есть вставленный здесь же. И мы указываем, каким типом обработчика обрабатывать этот шаблон, в данном случае type Hamel. Также мы можем сказать, что отобрази мне текст с указанием content-type text. Вот эта запись content-type text-plane, она в данном случае избыточна. И вот в связи с тем, что render имеет перечень предопределенных ключей, а как мы ему параметры передаем? Мы ему передаем здесь в качестве ассоциативного массива. То есть текст, submission, accept, это пара ключ, значение. content-type и text-plane, это тоже пара. То есть все это, это не что иное, как ассоциативный массив с ключами текст и content-type. Причем видим здесь двоеточие, двоеточие означает, что это символы, то есть константные строки. А справа это просто строки. Значит, content-type в данном случае является избыточным, потому что ключ текст однозначно говорит о том, что мы передаем текст. Ну и также Rails понимает ключи JSON, XML, то есть автоматически сделать перекодирование формат JSON на формат XML. Так, я не уверен, что наше приложение сработает в формате XML, но мы можем попробовать. Да, у нас отсутствует формат XML. Ну и если ничего не нашли, то мы можем сказать там 401, например, unauthorized, то есть нет допуска. Что мы можем еще указать? Мы можем поменять вообще-то формат отображения. То есть мы можем указать там content-type, мы можем указать layout. Что такое layout? Layout это вот этот каркас шаблона по умолчанию, который находится в представлении layouts. То есть по умолчанию, если мы активируем любое представление, для всех представлений у нас будет активироваться этот единственный шаблон, ну или столько, сколько мы их сделаем. Допустим, мы хотим вывести какой-то текст без изменений. То есть в этом случае нам надо отключить layout. То есть мы хотим вывести представление, но нас не интересует внешнее оформление по разным причинам. Это может быть исключение, ну допустим, мы делаем какой-то новый формат, мы выдаем какое-то сообщение, например, оно должно быть в формате HTML, но фрагмент, а не полные страницы. Мы можем подключить несколько layout, то есть мы указываем render layout, имя этого layout, то есть мы можем их поменять, ну опять же, для, например, случаев разных типов устройств. То есть для настольных компьютеров, для ноутбуков это один тип устройства, для мобильных устройств это другой, для планшетов третий, в зависимости от того, какие у нас настройки по отображению. Ну и мы можем установить статус, то есть какой код мы должны вернуть. Здесь статус достаточно простой, то есть пустая строка, что если у нас пользователь не зарегистрирован, не ввел логин пароль, то есть логотин, то в этом случае видим здесь форму модификатора, то есть unless, то есть если условие справа не выполнено, то подставить то, что слева. Ну и также мы можем управлять этими лейаутами, то есть шаблонами по умолчанию. Следующим образом. Дело все в том, что мы можем в каждом контроллере, у нас есть код контроллера, мы можем взять и написать где-нибудь вот здесь, в общей части, что у нас есть лейаут конкретно для этого контроллера, ну допустим, users. Ну у нас его нет, естественно у нас работать ничего сейчас не будет, но тем не менее, даже можем попробовать, посмотреть, а что собственно получится. К слову сказать, интересно же. Так. Ну ничего хорошего у нас не произошло, у нас все завалилось. Судя по всему, он не нашел просто-напросто этого текста, но логично, потому что, конечно же, я сейчас его поменял, и я не подставил этот текст. Лейаут. Его надо было создать, его надо было сделать, как в данном случае users.html.erb. Ладно, не будем останавливаться. Уберу это безобразие и верну обратно. Видим, что все нормализовалось. То есть, что здесь можно? Можно даже указать, что для действий таких-то, то есть только для действий index.inju вызывать events, а для всех остальных, за исключением index.inju, делать активацию шаблона под названием global. Перенаправление. Естественно, мы можем сделать перенаправление, но в отличие, например, от сенатора, здесь метод называется redirectTo, одним словом, snake style. И дальше указываем, на какое действие. Причем, если это перенаправление происходит внутри одного контроллера, то нам достаточно написать просто имя метода или имя действия. И Rails сама разберется, что мы делаем перенаправление к действию внутри именно этого контроллера. Если же мы делаем перенаправление наружу, то мы должны использовать вот такие формы. То есть, мы можем указать, к какому URI, то есть внешний адрес, мы можем указать пару контроллер действия, мы можем указать передачи соответствующих параметров, то есть то, что должно было бы быть активировано в адресной строке, если бы мы обращались через браузер, мы можем здесь сделать также перенаправление на другие ресурсы. То есть, по большому счету, пользователь ничего не увидит, мы его просто перенаправим на соответствующие действия, которые нам нужны, а он будет считать, что он там предыдущий ткнул, у него что-то появилось. Отдельно следует сказать о redirect to в случае баг. Значит, баг, что такое баг? Это перенаправление на предыдущий адрес, то есть на адрес, с которого мы пришли. И, строго говоря, когда мы приходим на какую-то страницу, то браузер, как правило, передает вот такой заголовок HTTP, HTTP refer. То есть это не что иное, как URI того ресурса, с которого мы сделали последнее действие. Значит, в случае, когда он не передает, когда мы обращаемся, например, из защищенного сайта под протоколом HTTPS в незащищенный, тогда он может его выбросить. И он имеет полное право выбросить, потому что открытым ресурсам не положено знать о том, что мы делали там защищенные части. В остальных случаях он передает. Это значит, что мы можем всегда перенаправить его туда, откуда пришел пользователь. Причем сделать можем это в явной форме, то есть запросить environment, то есть переменное окружение HTTP refer, либо сказать redirect to bug. Bug в форме символа. Ну и, соответственно, тут магии никакой нет. Просто метод redirect to, он реализован таким образом, что если входной параметр называется bug, то он найдет HTTP refer и перенаправит обратно. Ну, кроме того, есть дополнительные ключи, типа action, status, в которые мы можем указывать тип данных, что мы там хотим сделать, куда мы перенаправили и вообще что мы делаем. Ну и также динамические методы, типа вот суффиксы, URL, URL и path. Так, двигаемся дальше. Естественно, если мы говорим о написании серьезных приложений, то у нас могут понадобиться такие конструкции, как общий код, который нужен для запуска перед всеми действиями. Это before и after фильтры. То есть before и after фильтры, строго говоря, вот то, что там представлено на слайде, это старый синтаксис, а новый называется before action. То есть то, что мы видим с генерированной у нас с кфл-генератором. То есть перед тем, как выполнить действие, которое называется setUser, то перед тем, как выполнить действие, которое перечислено у нас в массиве show, edit, update, destroy, надо вызвать метод, который называется setUser. И метод setUser мы можем найти здесь же. Вот он. Метод setUser ищет по опциональному параметру ID, не опциональному параметру, а опциональному сегменту, даже не опциональному сегменту, по сегменту, который содержит переменную часть, он ищет соответствующего пользователя, если он есть. То есть вот, что конкретно здесь делает этот before action. но это не единственное назначение, зачем он может понадобиться. Дело в том, что before фильтры используются в том числе для регистрации действий. То есть мы можем проверить, например, чтобы пользователь у нас имел право доступа. Как здесь указано, что если он аутентифицирован, то мы его пускаем. Если не аутентифицирован, то иди аутентифицируйся. Значит, дальше. Это могут быть действия, связанные с регистрацией. То есть никто не должен уйти незамеченным. Ну и, в общем-то, как я уже обращал внимание, что любая система должна уметь бороться с действиями администратора. То есть что это значит? Что даже если этот администратор пытается сломать систему, система должна сопротивляться или, по крайней мере, сделать так, чтобы вменяемый администратор, который придет после него, знал, что, собственно, делать. И это делается при помощи регистрации. То есть хотя бы там видеть, а что он, собственно, набирал-то. Значит, есть, начиная с Rails 4, возможность использования так называемого leave-контроллера. Значит, здесь в явной форме у нас появился стрим. Есть соответствующий объект, который называется response. Ну, в данном случае, точнее, это не объект, это, конечно же, метод, к которому мы можем обратиться через метод стрим. И в этот метод стрим мы можем писать любые данные. То есть блокирования нет, эти данные сразу же уходят, как только мы что-либо здесь написали. Единственное, что нас требует, это требует, чтобы мы закрыли поток. То есть раз начали писать что-то в поток, то как только мы закончили, значит, мы должны закрыть. То, что мы здесь видим синтаксическое на слайде, мы видим некий контроллер, у которого есть единственное действие, которое называется индекс. Ну, и опять же, возвращаясь к синтаксису Ruby, здесь мы видим вот такую надпись include actionControllerLive. В этом случае вот этот контроллер, это не что иное, как примесь. То есть мы подключаем модуль, соответственно, все методы, которые там были, они примешиваются в наш класс. Класс у нас называется myController. Ну, и более подробный пример, конечно же, смотрите по ссылке, которая здесь приводится. В Rails 5, в соответствии с требованиями, которые сейчас у нас предъявляются к Rails-приложениям, появились новые возможности. У нас появилась возможность использовать WebSocket. Что такое WebSocket? WebSocket — это постоянный канал. То есть если вы вспомните, как работает обычное веб-приложение, даже не Rails-приложение, а веб-приложение вообще, они работают по схеме, веб-агент отправляет запрос серверу, сервер обрабатывает этот самый запрос и возвращает ответ, и забыли друг о друге. То есть тратится очень много времени на то, чтобы установить канал, и более того, сервер не имеет возможности никак оповестить клиента о том, что что-то произошло. Активным является клиент, сервер выполняет что-либо только по запросу клиента. Это вообще-то не очень хорошо. Не очень хорошо почему? Да потому что, во-первых, накладные расходы растут очень сильно, а во-вторых, если вы хотите сделать, например, приложение, которое должно отображать периодические данные, то со старой концепцией единственный возможный вариант воспользоваться джава-скриптом и по таймеру, например, опрашивать там раз в 10 секунд, раз в минуту, раз в час с той периодичностью, которая вам нужна, с порождением вот этого трафика. Идея веб-сокетов заключается в том, что вы можете открыть один-единственный канал, и вы можете воспользоваться схемой publish-subscribe. То есть у вас есть клиент, у вас есть сервер. Сервер предоставляет возможность подписаться, он предоставляет потоки и предоставляет подписки. А клиент, он выступает в качестве потребителя данных и он является подписчиком. То есть в этом случае клиент может подписаться на появление неких новых данных, и эти данные будут идти уже вовсе не по протоколу HTTP, а в бинарном виде через веб-сокет. Мы получаем скорость, мы получаем возможность активного оповещения сервером клиента, и нам сказать, что веб-сокет используется в том числе современными браузерами для установки пиринговых соединений, например, для того, чтобы сделать онлайн-совещание. То есть в принципе сейчас можем без серверных вариантов взаимодействия через протоколы веб-сокет между различными браузерами на различных компьютерах сделать приложение в реальном времени. Конкретно в нашем курсе мы рассматривать эти расширения не будем, поэтому я рекомендую помнить просто о том, что они есть, и если вам нужны активные оповещения со стороны сервера, то читайте официальную документацию. Как создавать контроллеры? Мы перешли к очередному разделу, это контроллеры. Генерация контроллера происходит по команде Rails Generate Controller. В Rails у нас много генераторов, и один из этих генераторов это генератор контроллеров. Мы указываем имя и указываем действия, которые надо совершить, которые надо создать. Строго говоря, для ресурса представляемого контроллера вот эта схема не верна. То есть надо было, конечно, действия с точки зрения того, что я указал для ресурсов, то есть, например, отобразить, модифицировать и прочее, но в данном случае это пример контроллера, который обслуживает калькулятор. То есть он несколько проще, и у него значение несколько иное. После того, как мы создаем контроллер, при помощи такого генератора у нас создается нечто вроде вот этого, то есть действия пусты. Но на каждое из этих действий у нас есть соответствующие представления. Вот они. Они тоже пустые, они содержат шаблоны, просто о том, что это такое и где оно вообще находится. Если мы хотим сделать калькулятор, то мы должны сделать хотя бы какое-то наполнение. Ну, допустим, мы добавим логику, то есть input – это форма для ввода неких значений, простенький калькулятор, который имеет аргумент 1, аргумент 2 и оперант, и мы считаем. Вот если мы нашли оперант, то выполняем соответствующие действия, а если нет, то выполняем unknown. Это приложение у нас есть уже в подготовленном виде. Сэкономлю чуть-чуть времени и покажу его сразу со сгенерированным контроллером, с контроллером, который содержит уже правильный код. Вот она. Значит, когда мы подключаемся к нему с запросом на input, мы получим форму, которая у нас хранится вот здесь. Input. Вот она. То есть форма, которая генерирует при помощи form-tag, то есть form-helper, набор ссылок, поле текст, вторая метка, то есть метка label tag value one, label tag value two, и text field tag. Дальше. Нам понадобится вот этот блок, который генерирует нам соответствующие селекторы операндов, причем здесь сделано в лучших традициях Ruby, то есть массив. Можно было, конечно, сократить, но оставлено для читаемости в таком виде. То есть для каждого из элементов этого массива выполнить блок, то, что здесь написано, выполняется, значит, вот эта часть в цикле. Ну и операнд в качестве элементика, в качестве значения этого массива. И вот он подставляется для генератора label tag. То есть все вот это, это методы Rails. Методы Rails, которые генерируют настоящую разметку. Ну и вот здесь написано имя и значение. op, вот это, это значение. А op, как символ, это то имя, которое пойдет в качестве имени для radio bottom tag. Ну и, естественно, submit tag. Значит, напоминаю, как оно выглядит. calc, пусть будет input. Мы получили вот такое приложение. Он довольно криво отображается, потому что у нас никаких стилей, никаких средств для форматирования здесь не было. ну, допустим, перемножить. Согласны, что 10 умножить на 20 равно 200. Но если кто не согласен, мы можем повторить вычисление. Например, 10 на 20 и сделаем там не умножить, например, разделить. И мы получили 0. А почему мы получили 0? Мы получили 0, вероятно, потому что у нас сделан контроллер соответствующим образом. То есть у нас было два аргумента целочисленных. мы разделили один на другой, который у нас оказался больше, чем первый. Естественно, ничего кроме 0 мы получить при целочисленном делении не могли. Так, двигаемся дальше. Шаблоны, то есть представления, они всегда находятся в директории app views. Общие макеты или layouts, они у нас находятся в директории layouts, а прочие шаблоны находятся в директориях, специфичных для контроллера. И какие мы теперь можем использовать шаблоны? Ну, вариант первый. Он достаточно распространенный, но он требует некоторого обучения. Это шаблон, который называется HANL или HTML Abstraction Markup Language. Что это такое? Это абстрактный язык разметки HTML, который не привязан к синтаксису HTML. Дело все в том, что даже 10 лет назад еще была проблема, когда нам надо было для совместимости с разными браузерами генерировать разные версии HTML. Сейчас этой проблемы почти нет, потому что современные браузеры развиваются относительно параллельно и все же нарушители спокойствия типа Microsoft начали наконец соблюдать общие стандарты. Поэтому нам сейчас уже меньше проблем с этим. Но, тем не менее, тем не менее, этот формат любит за то, что здесь можно в короткой форме написать, что надо сгенерировать. То есть процент HTML, процент HEAD, процент МЕТА это спецразметка, на основании которой HANL сгенерирует нам HTML разметку, в соответствии с HTML, той версии, которую мы запросили. То есть мы просто указываем параметр, что нам надо делать, и он генерирует то, что нужно. Ну, равно yield, равно stylesheet link tag, это вставки на Ruby. То есть здесь они в упрощенной форме. Нам не надо здесь писать, там меньше процент, процент больше. Здесь это пишется, как равно действие на Ruby. Равно действие на Ruby. Ну и, соответственно, stylesheet link tag, это не что иное, как метод Ruby с аргументами, которые здесь есть. Yield, это тоже метод Ruby. Но поскольку это не что иное, как layout, то значит, код конкретной разметки страниц подставляется в yield. Большую часть времени мы с вами будем использовать шаблоны E-Ruby. То есть E-Ruby, или сокращенно E-R-B, это E-Ruby Template and System, выглядят они следующим образом. То есть в отличие от Hamel мы пишем код разметки, как есть. То есть это похоже на ISP, это похоже на PHP. То есть код HTML страницы, как есть. А те места, куда мы хотим вставить разметку на Ruby, мы пишем, как вставки меньше процент, выражение на Ruby процент больше. Причем есть несколько форматов вот этих вставок. Значит, отличаются они следующим образом. Обратите внимание, здесь процент равно. Но дело все в том, что оно может быть написано как просто процент выражения. Процент выражения в данном случае означает то, что код, который здесь будет выполнен, он будет выполнен, он действительно выполнится. Но вместо этого выражения, вместо меньше процент, экспорт, процент больше, не будет подставлено ничего. То есть оно будет просто удалено из шаблона, когда ERB будет его обрабатывать. Если вы хотите, чтобы вместо вот этой вставки был вставлен какой-то текст или какой-то результат, оно должно быть написано как процент равно. То есть вторая строчка. Процент равно, в данном случае, стрин, на самом деле это выражение. То есть помним, что то, что там написано, это любое выражение на Ruby, и оно просто берет результат последней операции. Если это метод, значит взять результат выполнения этого метода, если это какая-то переменная, значит взять значение, то есть то, на что ссылается эта переменная и поставить в качестве результата. Чем отличается второй случай от третьего? Обратите внимание, во втором у нас один знак равно, во втором, в третьем случае у нас два знака равно. Второй случай экранирует все опасные символы HTML, то есть меньше, процент, апострофы. Он заменяет это кодами, кодами специфичными для HTML. То есть что бы ни было подставлено в строке, как стрин, оно не поломает разметку HTML. А третий вариант, с двумя знаками равно, он говорит взять как есть. Именно поэтому оно написано здесь, обозначено как стрин for escaping. То есть строка для подстановки без какого-либо изменения содержимого. То есть без сканирования содержимого. Естественно, это быстрее, но это опасно. То есть все то, что попадется в качестве мусора, может разрушить вашу разметку HTML. Появился новый тег, появился незакрытый тег, появился не на месте тег, и у вас разрушится внешняя разметка. Если вы напишите три знака равно, то это означает, что результат будет выведен не на эту страницу, а он будет выведен в поток вывода ошибок. Ну и пойдет он в качестве отладочного сообщения, в сообщении об ошибках, соответствующий журнал ошибок. А четыре знака равно просто комментарий. То есть вместо того, чтобы заменять это, там комментировать как-то еще, вы просто пишите четыре знака равно, и Ruby просто будет отбрасывать эти вставки. Ну альтернативные варианты. Это шаблон, например, jbuilder. То есть jbuilder построитель JavaScript, JavaScript JSON в данном случае, но JSON мы понимаем, что это под множество JavaScript. И вот пример, который здесь есть, это написано создание объекта. И вообще-то это объект на JSON, но это ничто иное, как литерал, который позволит создать объект в JavaScript. И генератор выглядит следующим образом. Значит, он есть в Rails, он используется в scaffold по умолчанию, и вы можете его использовать. Выглядит так. Вы можете указать, для какой сущности, то есть для какой переменной, например, пробежаться, и что для нее надо сделать. То есть здесь мы получаем переменную. Она подставляется, здесь форма, опять же, имя метода. People в данном случае это аргумент этого метода. DoEnd это блок. Person это подстановка вот этого самого объектика. И дальше динамические методы. То есть JSON.name. Обратите внимание, name здесь, name здесь. Но метод, который использован здесь, это метод динамический. Он будет создан в тот момент, когда выполняется этот код. То есть он, по сути, сделан просто для упрощения программирования. То есть у нас нет такого класса, он здесь динамически будет подсунут. Person.name. Естественно, у Person должно быть такое поле. Ну и вот, например, второе поле, там, age. Посчитать возраст, в зависимости от даты рождения. Например, что-то такое. То есть из массива мы получаем как раз автоматический проход. Ну и здесь, как указано, array для people, то есть по массиву людей. Пробежаться для каждой персоны и распечатать. Вот получаем на выходе вот такой вариант. Так. Ну, то, что представлено на этом слайде, это представление, которое генерируется в калькуляторе. О нем я уже сказал, поэтому не буду останавливаться. Также в калькуляторе у нас есть представление, которое генерирует результат. Ну, здесь пару слов надо сказать. Обратите внимание, как подставляется результат. Результат здесь подставляется как параграф с идентификатором result и подстановка на Ruby. То есть переменные уровни экземпляра result. Откуда она берется? А берется она вот отсюда. То есть, когда мы выполняем код контроллера, мы можем создать любые локальные перемены для данного конкретного объекта. Причем надо понимать еще один момент, что вообще-то, когда идет активация контроллеру, объект будет характерен только для данного конкретного вызова. То есть, если у вас идет 10 параллельных вызовов, для каждого из них будет создан свой объект контроллера, в рамках которого будет своя собственная переменная result. Это переменные результаты, в общем-то, любые переменные уровни экземпляра, которые мы создали, они становятся доступны внутри представлений. Причем они здесь воспринимаются как переменные в локальном контексте. Ну, обращаемся мы к ним как к переменному уровню экземпляра для контроллера. Значит, все, что мы здесь создали, оно все нам доступно в представлениях. Ну, и формат прохода по ним полностью соответствует тому, как мы это указали. Так, следующий большой раздел — это модели. Модели, как я уже говорил ранее, нужны нам для того, чтобы обращаться к данным, а также они обеспечивают логическую целостность. Так вот, вот эта форма, написанная здесь, это форма представления для Rails до третьей включительно. Современные Rails уже не требуют указать, какие у нас атрибуты доступны. А метод, который называется Validates, в данном случае, ну, как следует из названия, он проверяет поле Name на, как здесь написано, presence true. То есть поле Name должно присутствовать, неважно, чему оно равно, оно должно быть. Соответственно, методы, которые называются Validates, это не что иное, как Validates Helpers. То есть помощники для проверки. Ну, из таких вот полезных валидаторов или Validates Helperов есть, например, Acceptance. То есть что такое? Допустим, у нас есть модель, которая описывает некую персону. Ну, какие-то поля для ввода личных персональных данных. Естественно, как в нашей стране, так и за рубежом, вы не имеете права обрабатывать какие-либо данные без согласия пользователя. То есть он должен явно сказать, что он согласен с условиями обслуживания, например, Terms of Service. То есть идея здесь заключается в том, что пользователь должен поставить галочку, но, в общем-то, именно это здесь и написано, что он поставил ее в значение true. Ну, теперь вопрос, а как же оно должно быть обработано? Обрабатывается оно очень просто. Значит, если это одно поле, то проблем нет никаких. То есть именно это поле с этим именем у нас и должно пойти на проверку. Есть, например, поля, которые требуют повторной проверки. Значит, я немного здесь не совсем корректно сделал объяснение по поводу acceptance. Acceptance здесь все понятно. Здесь однозначно идет соответствие между полями. То есть поле, которое здесь написано, оно должно иметь значение true. Проблема следующая. Например, все вы видели, как заполняются формы ввода каких-либо данных при регистрации неких ресурсов. То есть обычно пароль вас просит ввести дважды, адрес электронной почты вас могут попросить ввести дважды для того, чтобы исключить ошибки. На самом деле пользователи ленивые. Они могут через вставку готовой строки испортить все, что угодно. Но мы, тем не менее, можем попытаться хоть как-то предотвратить это. Так вот, идея заключается в том, что вообще-то для пользователя нам надо запросить два раза ввод, например, адреса электронной почты или пароля, но с точки зрения внутреннего хранения нам это не нужно. Потому что если у нас есть база данных, база данных должна находиться в состоянии логической и физической целостности, это значит, что два раза зачем нам это нужно. Нам нужно только одно поле для хранения, но для формы нам надо запросить дважды. В Rails предлагается следующий механизм. Он называется виртуальные атрибуты. То есть если вы используете валидатор, который называется, например, confirmation, с ключиком confirmation, в этом случае у вас, когда идет постановка в форму, Rails сгенерирует пару для того поля, которое здесь указано, как поле и поле с суффиксом confirmation. Что это означает? Она может на самом деле сгенерирует, и вы можете и сами это использовать. Это означает, что когда на проверку поступает соответствующая запись, то Rails просто-напросто проверит, а равны ли записи в email и email confirmation только на основании того, что есть вот такая запись. А в запись на диск или в базу данных уже пойдет только одно поле, только email. Второе нам не нужно. Именно поэтому оно называется виртуальным. Когда мы делаем миграции, связанные с миграциями понятия, когда, точнее, мы говорим о моделях, связанные с моделями у нас миграция. Что такое миграция? Миграция — это изменение состояния. То есть база данных претерпевает миграцию, то есть переходит из одного состояния в другое состояние. И миграции пишутся на специальном языке определения данных. То есть пример здесь показан, например, для создания пользователей, то есть тот, что мы сделали при помощи SQL-генератора, сущность пользователя, имя и адрес электронной почты. Создать таблицу, которая называется users, с двумя полями типа string и поле дата изменения. То есть вот она, миграция. То есть изменить из пустой базы, создать базу с users как таблицы. В рамках этого языка у нас есть возможность определить таблицы, создать различные колонки, изменить колонки. В общем-то здесь все действия характерные для языка описания данных, для конкретных субэды. Но в такой форме, которую мы пишем на Ruby. То есть здесь, естественно, мы все пишем на терминах Ruby и на самом Ruby. То есть пока я подробно останавливаться не буду, потому что мы к этому и вернемся на отдельные лекции. Также с миграциями связаны понятия, во-первых, sits, то есть начальное заполнение базы. Начальное заполнение базы может быть пустым, но с другой стороны вы можете его заполнить. Так, я ищу директорию DB. Вот она, sits. Она пустая. Ну и здесь приводятся примеры, как обычно пишут. То есть я сам ничего здесь не писал. Это все было сгенерировано автоматически. Ну и, кстати, видим, что разработчики решили пошутить, поэтому они создали кино «Звездные войны» с именем… Так, две записи. Мы видим здесь «Звездные войны», «Властелин колец». Причем вот мы тут создаем люка для первой записи, то есть для «Звездных войн». А второй файл у нас генерируется автоматически. Мы вернемся сейчас в программу с scaffold-генератором. Он называется schema.rb. Вот он. Этот файл создается после принятия миграции. То есть мы применили одну миграцию, и вот оно, текущее состояние. И именно потому, что у нас текущее состояние описано в schema.rb, мы можем себе позволить, точнее Rails может себе позволить, иметь модели, в которых ничего не написано. То есть откуда оно берет значения? Оно берет их из schema.rb. Потому что здесь у нас есть четкое соответствие между именем модели и именем таблицы. И раз у нас есть вот такое описание, это описание может быть использовано для достраивания атрибутов в модели. Не надо писать лишнее. Не надо грузить программиста. Это все, раз можно вычислить автоматически, значит оно должно быть вычислено автоматически. По обслуживанию баз данных есть вот такие команды. Обслуживанием, естественно, занимается rake. Но надо сказать, что в Rails 5.1 все поменяли, поэтому теперь можно использовать не rake, а rails непосредственно. То есть до 5.0 Rails мы должны были писать rake команда, теперь мы можем написать просто rails команда. Ну, в принципе, это техническое изменение, оно никак не повлияло ни на набор команд, ни на удобство использования. Ну, просто раньше это делали двумя командами, а теперь делаем одной командой. Значит, мы можем создать базу данных, мы можем прибить базу данных, мы можем применить миграции, по одной применить, откатить. И мы можем применить, то есть накатить, например, изменения на базу данных. Если мы делаем развертывание с нуля, то мы его запускаем сид. То есть сделать начальное заполнение базы данных. Ну, для чего это нужно? Например, логин пароль. То есть если мы используем какую-то базу, например, систему аутентификации, надо сделать так, чтобы в приложении можно было хоть как-то зайти после первого запуска. А как это сделать, если у нас база пустая? Ну, естественно, нам надо сделать хоть какого-то пользователя, у которого есть хоть какое-то имя. Значит, ну, то, что касается scaffold-генераторов, по сути, это последнее, что я на сегодня хотел бы сказать. Scaffold-генераторы — это генераторы каркаса, которые позволяют нам создать сущность, причем идет сразу же создание автоматического контроллера, идет создание модели, миграции и минимальный набор тестов. То есть пример, который здесь показан, использовать генератор scaffold для сообщения с атрибутами типа имя, строка, типа строка, заголовок, содержимое. И scaffold-генератор автоматически в этом случае создаст модель пост. Вот она сущность пост. Контроллер — пост с во множественном числе, ресурсы — пост с во множественном числе, таблица — пост с во множественном числе. Более подробно рекомендую посмотреть в учебнике по Rails, а также по документации, по официальной документации Ruby Rails. Кроме того, естественно, никакое приложение не может быть создано без тестов. То есть тесты в Rails активируются автоматически по команде rake, тесты для тестов заложены в соответствующей директории. Ну и вот видим, у меня здесь, что я за приложение запускаю, во-первых. Значит, я нахожусь в примере восьмом, то есть это калькулятор. Тесты там только пустые. Именно поэтому здесь толком ничего у нас не проверилось, но ничего не завалилось, нигде не было системных ошибок. Ноль пропущенных. Тесты хранятся в директории tests. Вот они. То есть Rails создает готовую структуру, создает, наполняет. Значит, тесты контроллеров, тесты моделей. Все это есть. И простейший вариант тестов контроллеров выглядит следующим образом. Активировать действия и проверить, все ли прошло. В данном случае у нас код 200. Ничего другое этот тест не проверяет. Соответственно, полный набор этих команд для запуска. Вот они. Мы можем запустить по умолчанию rake. Запустятся все тесты. Либо мы можем запустить по разделам. То есть функциональные, интеграционные, тесты плагинов, ну и какие-то еще. Для Rails 5 мы можем просто запустить Rails Test. Кроме того, естественно, создание документации. Документация очень важна для совместной работы. Есть генератор, который мы можем запустить, как rake.doc.rails. Если вы использовали соответствующий синтаксис rake.doc для декларации, для описания ваших классов, у вас будет построена привлекательно-выглядящая документация. Кроме того, обращаю внимание на то, что для каждой выходящей Rails всегда публикуется перечень изменений. Есть сайт, который называется edgeguides.rubionrails.org. Там вы можете посмотреть изменения по каждой новой версии. То есть здесь конкретно приводится по пятой версии, то есть что появилось, это вот эти вот action cable, новые Rails API, новые способы запуска тестов, возможность использования common-line интерфейс над rake, ну и так далее. Прочие технические вещи. А и также копибары. На будущее рекомендую просто смотреть всегда этот сайт, если появляется новая версия, что конкретно изменилось. Что читать? The Rails Way, уже пятой версии. Agile Web Development with Rails, тоже новая версия 5.1. Ну и в том числе часть из этого есть в переводах на русском языке, но переводы будут задержаны. А также читайте документацию на сайтах. Она бесплатна, она доступна, и документация, и справочник по Rails сделан очень даже неплохо. Итак, на сегодня я рассказал об основах Rails. Далее мы будем рассматривать более детально определенные аспекты программирования на Rails. А на сегодня лекция закончена. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok